Друзья, здравствуйте, YouTube-канал Грощи, проект Балаконка. Меня зовут Владимир Тимошенко, Татьяна Мартынова у нас в гостях, белорусская журналистка, основательница группы «Хватит бояться». Татьяна, здравствуйте, громадное спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Владимир, очень рад вас видеть. Это взаимно, друзья, традиционно, но тем не менее очень важно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, нам важны ваши комментарии, ваши лайки, нам важно ваше мнение о том, что сейчас происходит в Украине, России. И не только, и, конечно же, по прямой ссылке, пожалуйста, на YouTube-канал Челны Мартыновой, переходите, там интереснейший контент, искренне говорю. Татьяна, что хочу спросить с самого начала. Забыть не могу нашу с вами беседу, которая состоялась в рамках этого же проекта, около двух месяцев назад. И вот тогда была такая гипотеза, что ли, мы ее вывели с вами, о том, что когда-то пропал Коля Лукашенко, возможно, даже в застенках ФСБ побывал. Несколько я знаю, молодой человек объявился снова на публике. Александр Григорьевич его даже в Китай взял, по-моему, да? Да, он присутствует в составе китайской делегации пана-спортсмена. Значит, он появился после нашего с вами разговора впервые на публике в момент, когда в Минск прилетал Путин. И мы прям следили-следили. Была версия про то, что он на самом деле был в Китае с группой вот этих юных биологов, да, которые в ПГУ. Но прилетел и именно уже вышел на людей он ровно в момент, когда в Минск прилетел Путин. Совпадение, кто его знает. Ну, тут же версии могут быть разные. Абсолютно верно. Ну, и вот давайте тогда плавно перейдем к теме визита белорусского самопровозглашенного президента в Китай. Ну, смотрите, после Зимбабве, конечно, там, понятное дело, вопрос тракторов был на первом месте. Но относительно визита в Китай тут, как бы, конечно, поиронизировать тоже можно. Но на самом деле встреча с товарищем Си довольно серьезное событие. Зачем он туда полетел? Я имею в виду лукашелка. Ну, во-первых, он летает туда, куда пускают. Начнем с ним. Он же цельный президент, якобы. Ему же надо как-то президентствовать, типа, да, и... Куда-то летать. Куда-то, куда-то. Вот он сейчас в Китай, потом в Иран. Ну, смотрите, я все-таки предлагаю иронизировать на эту тему, потому что я не вижу, если честно, серьезных последствий, ибо Китай не идиот. Вот. То есть, это Лукашенко может одеть модную мастерку в треннике с вытянутыми коленками и топать в свой джет, да, для того, чтобы лететь в Китай. Это над ним мы можем долго смеяться. Посмотрите, что делает был первым. Вот эти посты, первый, 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 все мировые СМИ освещают, да, полет. Ну, там по строчечке написали, Лукашенко летит в Китай. Все освещают прям, все-все-все-все-все-все. Дальше. Бесконечные посты, каждая там, я не знаю, пять минут взлетел, прилетел. Но сегодня меня прикололо больше всего это его превосходительство уже в Китае. Что? Про что вообще говорка? Слушайте, ну, это, повторюсь, уже там в одном эфире сказала сегодня, но я не могу. Это вот у меня с утра сегодня просто плющит. Вот Лига Белорусского плюща. Это когда белорусов плющит, понимаете, от всего того, что происходит. Окей, прилетел. Встретили там его какие-то чиновники средней руки, прилетел с делегацией, да, там был Коля, там были остальные. Там показано с близкого расстояния встреча там с каким-то членом постоянной комиссии, каких-то членов постоянных комиссий. Дальше большой стол, где сидят напротив Сидиньпинь со своими, приближенными Лукашенко со своими. Дальше вообще ни о чем. Стратегическое партнерство, кооперация, друзья навек, мы за мир, за все хорошее против всего плохого. Собственно, все. А, ну и Лукашенко, который постоянно подчеркивает, что Великий Камень – это жемчужина шелкового пути. Поправляю. Это жемчужина шелкового тупика. Я к счету, потому что Польша, Литва в любом случае в каком-то обозримом будущем, как мне кажется, закроется для этих ребят. То, что стратегическое партнерство заключается в переклеивании наклеек с Маден Иран на Маден Беларусь и с Маден Чина на Маден Беларусь, по которым будет поставляться санкционка, по которым будет работать белорусский ВПК, который возьмет денег из Москвы, который часть оставит себе, часть отдаст Китаю, что-то наклепают очередных железяк, потом из Беларуси, из Китая, там опять в Беларусь, дальше опять в Россию. То есть вот такой замкнутый круг. Деньги Россия за свои углеводы получает. Ну уже давайте уже эмбарго, ну уже сколько можно, тем более страны готовы. Соответственно, и это замкнутый такой круг, по которому Китай будет долго играть дурня, пока Америка не толкнет ножками. Потому что я не верю, и не только, ладно бы я, бог бы со мной, великий эксперт по всем вопросам, есть достаточно серьезный экономический эксперт, даже не военный, экономический, которые говорят о том, что не будет Китай ссориться ни с Америкой, ни с Японией в очередной раз, и не будет повторять она ошибки 1937 года. Потому что Китай это руки, а мозги в Америке и в Японии. Это достаточно посмотреть в ВВП Китае, из чего оно состоит, и экспорт, куда и как. Да, 20% в Америку, а Беларусь и Россия это статистическая погрешность. Во вкладочке Азер, включая Ю. А если вдруг, опять же, окей, давайте представим, Россия, Беларусь, Китай и Иран, это такой новый мощнейший военный союз. Зачеркнуто? Нет. Ни мощнейший. Вообще ни разу. Потому что Китай не может быть интересна Россия и Беларусь в качестве каких-то стратегических партнеров, которые увеличивают их ВВП. Китай продолжает улыбаться. Несу. Изображать нейтральность. Да, он спокоен, как цветок лотоса на горе мудрости у подножья храма истины. Как-то так. Но это же тактика. А в стратегическом плане все, что Китаю может быть нужно от России, это территория. И больше ничего. И в конечном итоге я думаю, что он их получит, если и Запад не будет против, если будет достигнут какой-то консенсус в этом вопросе. Потому что, ну, окей, прилетел Лукашенко с делегацией, потом он полетит в Иран, да. А потом в Китай поедут Урсула фон Дедляйер, там какую-нибудь Жизеп Борей. Например. Да, и мы еще не знаем, чем закончатся эти разговоры. Мне, конечно, не понравилось, как и всем, что перед тем, как опубликовать свой мирный план, Китай, китайский МИД сделал достаточно резкие заявления в сторону США, как кузницы всех войн, там, да, и так далее. Но, а кто вам сказал, что это не лововка для России? Никто не сказал, такой вариант возможен, конечно. Алют. Ведь смотрите, то, что Бог на стороне Украины, я сказала в октябре, и я сказала буквально следующее. Значит, Бог на стороне Украины, я к чему он есть. А даже если нет, ссориться заранее не надо. Так вот, если он на стороне Украины, то вот все вот эти потуги пропагандиста, вот эти вот обстрелы и так далее по инфраструктуре, то зима в Украину не придет. Зима в Украину не пришла. Поздравляю вас с Днем Котов. Искренник в душе. Понимаете, даже природа на нашей стороне. Что уже говорить о том, что в России уже сегодня прям все громче слышны голоса, что военным путем победить Украину невозможно, и вообще все это катастрофа. Очень много параллелей, естественно, со Второй мировой, но все они сегодня с учетом транспарентности пространств не точны по одной простой причине, потому что гораздо больше информации моментально распространяется, и люди понимают, что происходит. Да, безусловно, этим пользуются и псошники всех мастей, люди, которые там занимаются информационными, специальными психологическими операциями. Но срок жизни и псо минимален. Именно такой вот. А таких серьезных и псошников, которые работают в долг, я вижу, что уровень российских очень низ. Они меняют свою риторику раз в два месяца. У них нет аргументов. У них как бы вот это все идет по плану, потом не по плану. С завоеванием Украины от, там, как там, над Шоу Вон, это 97-го года тут построились, тут это. Через год войны у нас ставятся средства ПВО, да, везде, где можно, включая крышу Кремля, сохранить Россию от развала. Риторика поменялась вообще полностью. Это по факту. И все кричат, га-га-га-га-га-га, да, мы всем будем там. Вот и все, что они могут. Это как, вот, я сравниваю все время Путина с эксгибиционистом, да, который открывает плащ, а там ничего. А до этого кричал, так стонал, так как там, а как дышал, как дышал. Ну, вот, все, да, дышался, ничего не мало. А Лукашенко в этом смысле ничем совершенно не отличается. Просто он более хитрый, потому что Путин достаточно долго сидел в бункере и переоценил вообще, да, на фоне своего маразма, психопатии, всего возможностей, не только своей, но и Российской Федерации в целом. А Лукашенко, он такой барель хитрый. Он сначала посмотрит, что там в дворовой драке, да, в соседнем квартале. Сначала как бы тот, который казался таким качком, он его поддержит, а потом, когда выяснится, что большой шкаф хорошо падает, он сразу опять убегает в мирные соглашения. Поэтому, но Лукашенко тоже не нужен этому миру. Беларусь под Лукашенко этому миру не нужна. И когда меня спрашивают, что Беларусь может дать миру, типа, да, я не всегда нахожу сразу ответы, мне надо подумать, потому что в зависимости от того, что происходит в Беларуси, в зависимости от того, в какой момент времени мы с вами разговариваем, да, Беларусь может дать, прямо скажем, разное. Но сейчас вопрос стоит не в том даже, что Беларусь может дать миру, а чего она не должна не дать. Лукашенко и центр в Европе, да, между севером, западом, востоком, югом, в смысле севером, югом, востоком, западом, нестабильности и обезьяны с гранатой, которая сегодня говорит завтра, послезавтра другое, а мы имеем шоссе для танков в направлении и Украины, и Польши, и Литвы, соответственно, мы не, и эти страны не имеют достаточного плеча безопасности, и это никому не надо. Тетяна, а скажите, пожалуйста, я плавно переведу, ну, во-первых, я не могу не отметить две прекрасные аллегории, это про экземпициониста и замечательная аллегория про, чем громче шкаф, тем громче, чем больше шкаф, тем больше падает. Замечательная боксерская поговорка, очень актуальна. Это на самом деле так, и очень такая умная мысль. Скажите, пожалуйста, немножко изменю вектор разговора, я на самом деле очень рад, что мы общаемся именно сегодня, уже когда прошло время, после того, что случилось на аэродроме Мочувище, знаете, можно немножко проанализировать, как говорится, не по горячим седам, а некий анализ делать. Скажите, пожалуйста, это серьёзный был переполох лично для Лукашенко, то, что произошло? Я думаю, да. Был прекрасный белорусский мемасик, где очень грустная, задумчивая Лукашенко, и, значит, надпись «Твое лицо», когда ты понимаешь, что ПВО над твоим дворцом независимости, аэродромом Мочувище, это одно и то же ПВО. Прекрасный разбор был у Светана по поводу, каким образом был уничтожен этот А-50 с Вичблейдом, с характеристиками Светблейда, как он летает. Вообще, Светан один из моих любимейших военных экспертов, скажу вам честно. И практически невозможно его улететь средствами ПВО. Более того, там же же дальность такая, ну вот конкретно это, всего 10 километров. То есть нормально как-то пришёл, выстрелил, быстренько отошёл и всё. Я, конечно, по этому поводу, когда только случилось, пошутила, потому что есть же ещё и боевые гуси, вы же не забыть. Да, естественно. И утки, вот поэтому. Но, но. Понятно, что это дело профессионалов. Но мы с вами, ну, просто обязаны сказать, что это белорусский. И даже если это белорусский, вернее, не так, а если это белорусский партизан действительно, ну, то я снимаю шляпу и понимаю, что они работают уже не просто сами по себе, а с очень серьёзными инструкторами, каналами по сдах, вы же понимаете, что не всё. И тогда, ну, просто это слишком хорошо, чтобы быть правдой, да? Тем не менее. Аккуратненько в это верю. Но если это так, то, естественно, я аплодирую стоя, а Лукашенко памперс уже больше не снимет никогда. А с созистью последует какая-нибудь повторочка. Не просто так он собрал пятерых приближённых, самых главных своих пять министров, да, всех ведомств, начиная от пограничников и заканчивая КГБ, и сказал жесточайше всех найти срочно. И там уже какой-то ищет, разыскивает, криво. И вот пошла вот эта вот бесконечно смешная движуха, а потом вот это превосходительство. И, ну, я понимаю, что, конечно, это агония, но мы не должны совсем не обращать на это внимания. Конечно, мы должны за этим следить. Не просто так я каждый день издеваюсь над своей психикой и, начиная утро с просмотра пола первого, а что там ещё эти выкинули. Вот, после того, как посмотрю новости Украины, сразу иду на пол первого. Вот, но это всё равно, мы не должны придавать этому такое большое значение, что это прям что-то может изменить. Это усложняет басенку, удлиняет что-то, да, но граждане-диктаторы уже, в общем-то, очень хорошо поняли, что выжить они смогут только в крепкой любви и дружбе в своём диктаторском мире, что в любом случае поход в цивилизацию заканчивается у них, швабр-альванус, вот, поэтому они будут, да, трепыхаться, делать всё, но точка невозврата пройдена уже у всех, кроме Китая. Татьяна, я, знаете, опять-таки анализируя наше предыдущее интервью, потом уже начали разбирать эту тему, она меня очень сильно заинтересовала относительно ближайшего окружения Лукашенко. В частности, вот мне очень интересно услышать от вас, а какое место в этой самой иерархии Лукашенко, давайте нажмём её так, занимают его старший и средний сын, насколько я помню, Виктор и Дмитрий. Один из них, насколько я помню, имеет какие-то проблемы с игроманией, второй — с наркотической зависимостью. Так ли это на самом деле? И чем они занимаются? Ведь Коля, согласитесь, больше на виду, больше о нём знаю. А об этих людях как-то не особо. Вот расскажите, пожалуйста. Они на самом деле приближены к вопросам преступлений, скажем так, к своему отцу. Ну, смотрите, если это кому-то интересно, то могу и об этом поговорить. Понятно, что Коленька любимый сын, а эти во всю жизнь отгребали пендели, потому что Виктор и Дмитрий — игроман, действительно. Скачки — его любимая история. Вот, чтобы вы понимали, ставка, видите, на скачках в Эмиратах может быть там 5 миллионов долларов. Туда-сюда. Дима — наркоман и алкоголик. Он в своё время там получил в свои руки вот это спорт-лато, там спорт-парит. Поотжимали всё, что можно, выкинули все остальные в лотерее с рынка. И Дима как раз-таки в этом смысле наименьшее зло, потому что Дима, он такой, он очень далёк от всего, от этого. Витя — стабильный последователь Северной Кореи. Это всегда так было. Это было ещё в начале 2000-х. Витя — тот ещё отморозок. Причём он реальный отморозок. Вот, чтобы так, без иллюзий. Когда-то даже была такая газета, «Наша воля», по-моему, она называлась. Очень давно, она очень давно закрыт. И в одном из выпусков тоже. Это 90-е, 90-е, там только начало, когда вся эта негодяйская семейка приходила к власти. Было даже происшествие, когда там Витя был обвинён в изнасиловании. Там какой-то этой самой... В общем, там мерзости хватает. То, что касается Коли, Витя с Димой, я так помню, Колю дико ненавидели страшным образом. У них такая взаимная нелюбовь. Вот Лукашенко, в общем-то, интересует, скорее всего, судьба только Коли, или потом только его, если вообще этот человек способен кого-то любить. Влияние на данный момент я не могу сказать, какое. Когда-то было несколько групп влияния, включая группу Макея. И одно из наибольших влияний имела группа Макея, но это осталось в прошлом. Видите, это такая больше коллаба с Шейманом. Тоже, так сказать, определенная... Человек, насовершавший уже преступление, в том числе, он же тоже был задействован вот в этих всех политических убийствах, которые происходили в конце 90-х, начале 2000-х. Вот. Там есть определенная причастность к семейной кассе, потому что, насколько я знаю, жена Виктора Ли, кажется, ее зовут, она один из, так сказать, главбухов и всего наворованного семьей Лукашенко за эти десятилетия. Там же, соответственно, рядом скачет Головченко, который очень долгое время был послом в Катаре. Там же Шейн, который тоже является одним из охранников всего этого барахла. А Коля постоянно при папе, насколько это возможно. Почему мы тогда и сделали эту версию? что вы выдвинули, что что-то где-то в Коля не там. Ну, потому что это очень странно. Ведь вы не забудьте, сейчас в этой ситуации безопасность Лукашенко, группа безопасности, ответственные за безопасность, они все на измене, включая Лукашенко. Он даже в Зимбабву брал вообще всех. Всех детей. Колю. А даже маму Коли Ирину Абельскую. Он туда всех привез. Возможно, он действительно боится оставлять кого-то в Минске в разное время, без отсутствия. Потому что вся служба безопасности, она настроена на охрану его личной безопасности. Вот сейчас. Я так внимательно посмотрела кадры, которые были в доступе, китайские. Коля там есть. Остальных членов коллектива его семьи я не нашла. Ну, может быть, они остались за кадром. Потому что и Абельскую это мы нашли только потому, что зимбабвийская пресса оппозиционная, она опубликовала вот эти кадры. Потому что Наполе первого этого нет. А Абельская, она сейчас вообще кто? Кроме того, что мама Коля? У нее такая хорошая, богатая жизнь в Беларуси. Я думаю, я думаю, что состоятельная достаточно. Потом она же была там какие-то должности в Минздраве. Да, да. Она была в полной опали. Потом ее опять вернули. Были даже совместные фотки с Коленькой. В общем, в сочи, в сочи, что я так думаю, что все-таки она мама. И давайте мы не будем забывать международное право, где есть наследование прав. Абельская же не совершала никаких преступлений. Возможно, возможно. Мы же помним, что в той же Зимбабве у нас есть у Лукашенко интересы и по золоту, и по алмазам, и по торговле оружием через Зенгмана. Да, тракторы это так себе. Что такое тысячелетия? Там еще неизвестно, какой срок оплаты. Надо было разгрузить параллельно склад МТЗ. Вот разгрузил. Хозяйственник, заботится, молодец. И поэтому не факт, что там не были проведены какие-то сделки по оформлению чего-нибудь, на кого-нибудь, например, на Абельскую, которая никогда не являлась его женой официальной или еще чем-то, членом семьи. Яхщу санкции. Ну, так а при чем тут Абельская? В чем ее преступление? Что она полю родила? В конце не преступление и вам ни один цивилизованный человек не скажет, там еще надо будет 10 лет доказывать, что на нее оформлены актилы. То есть это же нам с вами кажется или вот даже не вам, а мне, когда мы все это знаем все эти годы. А отойдем через 3-4 границы, доберемся до Брюсселя и шо? Там что-нибудь такое на стол положено и говорит, что вы хотите от женщины? Она уже настрадалась. До свидания. Факт. Лопедем Игорьевне немножко нашим зрителям рассказать вообще сам процесс придушения свободы слова именно в Беларуси. Как это происходило? Вот я сейчас прямо вот вспомнил Павел Шеремет. Все помнят его страшный финал, который был в Украине. А ведь на самом деле белорусский этап его жизни он тоже был мягко говоря очень очень непростым. И сейчас насколько я знаю появляется и уже появилась целая клеяда пропагандистов в Беларуси. Один слово расскажите, пожалуйста, как придуш... Возможно, такой пафос покажется, но, тем не менее, как придушалась свобода слова именно в Беларуси? Точно так же, как душится свобода слова, у нее всегда есть один и тот же скажем так алгоритм. первое, это уничтожение того, что вы можете уничтожить путем посадки владельцев каких-то, что у нас закрытием невозможности печатать. Вот у нас так уничтожалась газета имя, белорусская деловая газета. Потом, значит, они уходили в интернет, потом сажались в владельцы, кому-то приходилось уезжать. То есть, так же, как и в 20-м году, только масштаб был поменьше, потому что в 20-м году уничтожили вообще все. Ведь все равно и Запад попытался помогать Беларуси, и все равно появлялись люди, которые по-хитрому даже в условиях того, что уничтожили одну оппозиционную газету, вторую, портал, еще, выезжают, продолжают вести, какая-то аудитория остается. А потом появился, например, который очень долгое время, очень аккуратно работал Тутбай. Они же до 20-го года продержались. Если мы берем 6 миллионов беларусов 18+, а 3,7 миллиона ежедневно посещали сайт Тутбай и читали новости. Причем это было такое, знаете, что я думаю, почему мы окончательно не вымерли, именно как люди, говорящие, говорящие достаточно свободно. Несколько моментов этому послужило. Момент номер один. Абсолютнейшая безграмотность, цифровая безграмотность Лукашенко. Ему казалось, что я пищу в его руках печатная пресса и телевизор, то все. А отрицательная селекция в коридорах власти естественно этому только способствовала. КГБ за всеми не успевал. Дальше. Соответственно, появлялись цифровые ресурсы, которым не придавалось значения. Появлялось финансирование, это тоже важно, потому что с чего начал Путин? Березовский, Лисовский, и указ, бла-бла-бла. То есть он вырезал просто телек, он вырезал, пофинансировал. Позабирал акции, да, и кого-то посадил, но Березовский умеет. Ну, потом как бы его все равно его судьба отогнала, но было уже много позже. Беларусь. Значит, вот цифровые ресурсы. Дальше. В Беларуси идет очень быстро, прям по экспоненте растущая развития соцсетей. И вовне людей за счет чего? 2010 года особенно за счет смартфонов. Но опять же, Лукашенко и его причники, люди, которые при всем при том, что наверняка была какая-то аналитика, и возможно даже Институт национальной безопасности мог положить на стул какие-то графики, но давайте мы не будем забывать, что Беларусь страна стареющая, Беларусь страна вымирающая, у нас сегодня 2,5-2,5 миллиона пенсионеров, мы люди цивилизации уже иного мира не пальцем деланные, мы как бы хитрые, мы особо не высовывались, делали свое дело все, кто как мог. И в какое-то время мы просто ушли в два, в две разные вообще реальность. Реальность Лукашенко, в которую он искренне верил, и которую он продолжает создавать сейчас, обслуга у него ну сколько, 10-15 тысяч человек, его эту реальность поддерживают, я имею ввиду таких вот прям активных, да, те негодяи, которые готовы нарушать законы силового блока, судьи, чиновники, красные директора, пропагандисты, в 20-м году огромное количество просто ушло, хлопнуло дверью, которые до 20-го года как-то же доработали, правда, не будучи совершенно негодяями. Ну, плюс слабость белорусской оппозиции, конечно, тоже сыграла свою роль, по одной простой причине системно она не работала, возможно, у нее не было для этого каких-то бодных, где бы она была более продуктивна, возможно, с этой стороны постарался и Сурков, да, со своими программами в Беларуси. Я же вижу это и сейчас, что с нами происходит через два с половиной года, и что от нашего единства в 20-м году остались рожки на ножки. Но, тем не менее, это же не отменяет отменяемых людей, которые работали и в нулевых, и в десятых, да, плюс, и в 20-м, которые работают, исходя из основного запроса белорусского гражданского общества в 20-м году, а запрос этот был на центризм. К сожалению, нам не рассказали, что наш запрос европейский, а не российский. Российская пропаганда нас всё время выставляла такими вот недорусскими. Удаю. И многие на это дело велись. А так, как мы, белорусы, мирные люди, нас все любили, мы же такие котики, у нас лапки, поэтому сегодня наш день День котов. и нам так непривычно вдруг стало для нас, что мы, оказывается, не просто миролюбивые такие, а мы, оказывается, боевозы, предатели, причём все, и нас вот втягивают вот в это. И здесь нам самое главное в этот момент вспоминать, что, невзирая на то, что свобода слова прессы уничтожалась, оно всё равно было, и оно развивалось до 20-го года. В 20-м году нас было больше, подонков было не так много, просто они пошли на крайние миры, захватили власть, и у них ключи от оружейной комнаты, и не надо нас сейчас переубеждать, что нас не было, и нас меньшинство, как это делалось все эти годы. То, что сейчас у нас не так много вариантов получить обратно нашу страну, это понятно. на мой взгляд, то, во что сегодня должны вкладываться белорусы, всем, чем можно, а я имею в виду в медиавой, в финансовый образом, и, соответственно, добровольцами, это в помощь Украине. Потому что, честно, мы Украине, в общем-то, на данный момент особо безнадобности. А ей и так помогает весь мир. И Беларусь только создает проблемы. Я имею в виду вот это хунта Лукашенко, которые заехали танки и летели ракеты. Да, сейчас пока не летят. Да, существует какой-то там подковерный договор, который пока Лукашенко соблюдает, ключевое слово пока. И все это прекрасно. Другой вопрос, что кто будет решать с ним вопрос, с Лукашенко поеду. Не нужен цивилизов. Я считаю, что в интересах Беларуси решать это вместе с Украиной. Не с Польшей, не с Литвой, хотя они наши союзники, спасибо им, они и ваши союзники. Но союз Украины и Беларуси это один из очень продуктивных союзов для обеих наших стран. Просто он должен быть грамотно выписан. Мы должны оставить к чертовой матери все эти российские нарративы про братские народы, про разные государства. Мы добрые соседи, а мы уважаем культуру, язык, суверенитет друг друга, мы помогаем, мы не кидаемся в крайности и думаем в первую очередь о том, как после победы Украины, а сначала мы думаем, как помочь участвовать после победы Украины и освобождения от хунта. В Беларуси мы думаем, как выстраивать свободные и прочные экономические связи, выстраивать систему права международных наших отношений, дружить с нашими соседями и самое главное, больше никогда не становиться кормовой базой не для кого. И поэтому я такой сторонник Балты Черноморской унии, которая, я надеюсь, и закончится. И напоследок, знаете, хочется, как обычно, как-то всегда у нас бывает, закончить на какой-то позитивной ноте. Я хотел у вас спросить, сегодня, готовясь к интервью с вами, нашел информацию, что у Алины Кабаевой нашли очередное имущество дорогущее, в замечательном месте, прекрасном и так далее. Смотрите, пожалуйста, а у Лукашенко есть своя Кабаева или Кабаевы? Да, знаете, как ее зовут? Беларусь. Это была моя первая шутка, за которую на радио мне прилетело и сказали отстранить Мартыну от эфиров за... значит, это были еще 90-е, конец, но еще тогда посмеялись, тогда был заметален такой идеолог в администрации президента, как сейчас помню. А у меня была такая игра, она там вопрос-ответ быстрый, да, блин. Или как зовут? любимую женщину Лукашенко спросила я. Мне, естественно, сказали Галина, я сказала, ответ неправильный, республика Беларусь, потому что имеет он только ее. Поэтому вот такой мой ответ, он считает это своим, он считает это таким своим колхозом, ЗАО семьи Лукашенко, он настроен править, всегда он все будет для этого делать. и наша задача, в том числе и людей, которые до сих пор, назвав его превосходительством, не понимают, что на самом деле они все стали его подтирательством, просто в какой-то момент включить голову, сделать что-нибудь полезное, потому что договориться с какими-нибудь внутренними сегодня административными силами, еще не замазавшимися крови, и все-таки сделать тот переворот, который нужен нам всем, это самое лучшее, что может сделать в данном случае Беларусь, потому что мы все очень не хотим крови. Я почему-то верю в то, что, и я всегда в это верила, подонков, даже в структурах власти гораздо меньше, чем хороших людей. Есть одурманенные, есть те, кто предпочел засунуть голову в песок, там не жить в стрессе, но я просто как журналист, который успел еще поработать в 13-14 году на ОНТ, и мы делали очень честные программы, я-то знаю, как мы с министрами материли Лукашенко, я-то знаю, как я с очень многими людьми, которые сегодня являются ебатьками, и еще до 20-го года сидя на лавочке в 19-м, там и даже в начале 20-м, какими эпитетами мы называли всю эту, так сказать, вагинобратью, я по-другому не могу их назвать. Вот, поэтому я верю в беларусь, простите, но это так, в какой-то момент я думаю, мы соберемся и наваляем демона. это было бы просто замечательно, говорится, ваши слова, да богу, лучше. Я вам хочу сказать, знаете, закончим на позитиве, тем более, на самом деле есть, мы пережили зиму, которая оказалась бесконечной, мы прошли через большие испытания, мы продолжаем верить, продолжаем молиться на вооруженные силы Украины и мы победим обязательно. Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо.